Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. У меня такая проблема, я чувствую себя не очень хорошо при косновении людей. Так бывает не всегда, но тем не менее бывает. Я очень тактильный человек и сама лезу обниматься, но моментами проскакивает полное непринятие в себе аж до тошноты. Я бы сказал, что здесь ситуация заключается в следующем двух моментах. Первое – это вопрос личных границ, которые вы, вероятно, не соблюдаете, так скажем. Это первое – личные границы, ну вот, взаимодействие с людьми, да, что требуют. Так, скажем, определенного уровня внимательности к себе, вот, к тому, как вам хочется, да, к тому, как вам не хочется. И если человек привык как-то проскакивать подобные вопросы, привык не обращать на них внимания, да. Например, вы лезете обниматься, да, чего вы хотите в этот момент, как вы хотите в этот момент. А не является ли вот это вот то, что вы лезете обниматься, да, единственной возможной для вас привычной, ригидной формой выражения своего желания? То же самое касается и того, что вам противно. Ну, вот, опять же, вам чего-то не хочется, что абсолютно нормально, ну, в буквальном смысле нормально чего-то не хотеть, да, нормально, что вам вот что-то перестало нравиться. Вот. Вот. И единственная, единственная форма выразить, проявить то, что вы чего-то не хотите, например, это вот испытывать чувство по-возу вам противно и вот то, что вы описываете дальше. Следующий момент. У меня возникло такое ощущение, что некоторые, скажем так, ну, не знаю, действия, да, некоторые, ситуации, вы считаете как будто бы какими-то посильными для себя. Притом, что именно в них посильного, да, ответить вы как будто бы особенно не можете. Ну, то есть, опять же, вот у меня сложилось такое впечатление, что вы не можете сказать, ну, хорошо, допустим, вы чувствуете себя вот такой, как вы описали в середине своего текста, да? Ну, хорошо. А чё в этом плохого-то? То есть, здесь про, как будто бы здесь речь идёт про использование, то есть использование другого человека и использование другим человеком вас. Ну, хорошо, да, может быть так. Может быть так и есть. А что в этом плохого? Что плохого в том, чтобы люди пользовались вами и вы пользовались людьми. Только чтобы это не было насильно, чтобы это было по желанию, чтобы это не было против воли. Чтобы это не было, например, из чувства страха, чтобы это было, например, из чувства стыда, или чтобы это не было, например, из чувства одиночества. что бы то ни было, например, именно через какую-то ломку себя, когда человек себя, ну, ломает, да, когда человек себя, прям вот, заставляет это делать, что в этом плохого. А вы-ка вы, как будто бы здесь, говорите по сути о том, что вот использовать, да, использование человеком, да, ну, это вот что-то ужасное, плохое, да, меня не должны использовать, я не должна использовать кого-то, да, я делаю что-то плохое, вот. То есть здесь, здесь как будто бы идёт противоречие от того, как не должно быть с тем, что вам нравится, но, может быть, может быть, чего-то и не должно быть с точки зрения кого-то, но, как вам приятно, самой, как вам нравится, самой и нравится ли, самой. быть может лучше на это обратить внимание, нежели, чем на остальное. Вот. Таким образом, таким образом, я думаю, что взаимодействие с людьми в некоторых аспектах вас может злить, вызывать раздражение, но вы это подавляете. Это первое. И с этим необходимо научиться обращаться. Раздражение идут замечать, корректно его вербализовывать, а то, что накопилось, выразить экологично. И второй момент в ситуациях – отдавать приоритет тому, что вам приятно, а не тому, как это должно быть в неком таком идеальном мире, в котором, ну, вы, наверное, и каждый из нас хотел бы быть, но который недостижим. Вот эти два аспекта, на мой взгляд, являются здесь центральными, и говоря о том, что вы не знаете, к кому обратиться, хочется сказать, что, точнее, хочется спросить, а к кому вы обращались, и какие, собственно, результаты были. Вот. Но сейчас вы обратились по адресу, сейчас вы обратились по адресу, и правильно выбрали в данном случае специалист, это психолог, вот. Только вам нужно дальше выбрать себе психолога для индивидуальной работы. Вот. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой и сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии, в том смысле, что, быть может, с чем-то вы согласны, а с чем-то нет. Быть может, что-то вам откликнулось больше, а что-то нет. Вот. Поэтому запрос ваш формируется именно из, вот, обратной связи, именно из, так сказать, базового постулата для психотерапии. Это запрос. Вот. Всего доброго, удачи, обращайтесь.